Всем доброго утра, ребят! Сегодня утро у нас начинается с паковки вещей. Мы сейчас переезжаем на другую квартиру. Здесь мы, в принципе, уже все прибрали, все убрали, там, все собрали вроде бы. Сейчас вот буквально минут 20 осталось, мы ждем хозяина, он должен приехать, ключи забрать. И там нас будет ждать другая девушка, уже хозяин квартиры. И мы переезжаем к станции метро Перовы, будем жить с парками, я не помню, говорю я это или нет. Так что вас ожидает новый такой рум-турм по еще одной топ-хате. Там хата будет, по-моему, постарее уже, но ванны и туалеты там, по крайней мере, будут лучше. Для нас самое главное, короче. Ну, я, конечно, по пути ничего снимать не буду, потому что у меня чемодан, два рюкзака, плюс еще доска в руках. И нужно еще там спускаться в метро, там, и т.д. и т.п. Хотя ехать не так уж далеко, наверное, 30-40 может. Ребят, мы два часа почти ждали хозяйку этой квартиры. Короче, время уже 12.39, а мы договаривались с ней на 11 часов. Вот мы только буквально зашли, даже ничего не распечатывали, не распаковывали. Короче, делаем рум-тур по второй топ-хате. Итак, значит, нас тут встречает такой коридор, шкаф. Ну, тут им пользоваться нельзя, походу, потому что здесь там хозяйские какие-то вещи лежат. Здесь у нас ванная. Так, ванная. Полотенце вот мы одно повесим, потому что руки уже помыли. Тут вот ванна, конечно, получше, чем в той квартире, потому что здесь есть нормальное зеркало. Хотя свет, конечно, здесь тоже такой, я бы сказал, достаточно стрёмненький. Но, в принципе, здесь получше и попросторнее. Тут вот сама ванна, тут такая вот шторка. Блин, тут темень, конечно. Тут даже белье можно сушить, нифига себе. Так, душ, ну, тут всё, норм. Здесь вот туалет. Тоже тут толкан, короче. А, полотенцесушитель, кстати, тоже ништяк, потому что в той квартире я взял кучу новых носков и в итоге повесил вот на такой вот полотенцесушитель. Там он был ржавый какой-то старый весь. И у меня теперь носки все в таких оранжевых точках. Дальше мы выходим снова в этот же коридор, поворачиваем сюда. Ну, давайте сначала на кухню пройдём. Кухня, кстати, тоже нормальная. Я не скажу, что это какая-то супермаленькая. И, если честно, почему-то эта квартира выглядит в жизни лучше, чем на фото. Мне до этого казалось, что это вообще просто, не знаю, топ-хата раздолбанная. Но, в принципе, здесь достаточно уютно, я бы сказал. Есть всё необходимое. Так, сейчас я вам покажу, что у нас вид из окна. Ну, вид из окна. Такой старинный пятиэтажный дом в спальном районе Перова. Прямо до метро, кстати, здесь буквально две минуты. Ну, тут вот есть достаточно такая новая стиральная машинка, утюг, чайник, тостер, наверное. Ну, и вот сам себе такой вот гарнитур. Блин, здесь жалко, конечно, что темно. Хорошо, что iPhone передаёт нормальное качество, потому что здесь всё-таки темновато. Мне кажется, что GoPro уже бы вообще там или било бы во все стороны. И вот тут вот три стула есть. Сейчас я сразу поставлю сюда ноут и т.д. и т.п., потому что там я вообще ничего не раскладывал, никакие вещи. Так как не было смысла, что там на два дня. Так, здесь у нас шкаф ещё один стоит. Какая-то фигня. Окно. Тут вот диван. Один диван. Кстати, здесь, наверное, можно больше, чем на два гостя сделать, как наш чемодан лежит. Стеллаж с книжками, телек небольшой. Ну, телек нам, в принципе, вообще нафиг не нужен. Тут пароль типа от Wi-Fi вот нам оставили. Главное, чтобы Wi-Fi был нормальный. В предыдущей квартире был супер бомбический Wi-Fi. Вообще скорость была мега быстрая. И тут вот такой небольшой столик. С двумя какими-то креслами, типа, или что-то. Тут ещё небольшая тумбочка. Вот, и балкон. Сейчас, наверное, попробуем выйти. Оказали, что на балконе можно курить даже, если кто курит. Но нам это не надо, мы это не курим. Вот такой вот балкон, он не застеклённый. Тут какой-то хлам лежит. Вот вид из окна. Гелик у кого-то стоит старый, да потопный. Прикол, он из тысячи дают. Заправил, короче, литров 50, километров 100 в пробках проехал. Нормально. Вот, ну и с этой стороны тоже. Ну, балкон очень такой маленький, не застеклённый. Пока погода норм, наверное, можно сюда выходить. Ну, хотя смотреть тут особо нечего. Вот, сам видеть. Одни деревья и такие же допотопные пятиэтажные дома. В общем-то, вот такой небольшой обзорчик получился. Кстати, здесь нормально начинать влоги, как будто ты на улице стоишь в каком-то парке. Но зато до метро идти, как я уже и говорил, вот тут буквально три шага. Вот сюда выходишь, поворачиваешь, там буквально метро Перова. И до парка несколько, там, по-моему, полтора или два километра. Но, в принципе, тоже не очень-то долго. Ближе уже мы просто не нашли бы. И, естественно, здесь решающим фактором был не вовсе вид этой квартиры, потому что здесь мы будем проводить минимальное количество времени. Так, с вами будем ездить кататься. И вот я говорю, что здесь находится парк Перова недалеко. Ну и, в принципе, метро. Можно поехать куда угодно покататься, можно поехать куда угодно погулять. Так что, что тут в хате-то сидеть? У нас так не так уж много здесь дней. Сейчас, наверное, все немного... Ксения, ты там не скрипи. Что там пасешь? Сейчас мы распечатаем все вещи. Положу сразу ноу, чтобы все было удобно скидывать и так далее. И, наверное, пойдем до парка Перова. Хотя я не знаю, Яндекс.Погода передает, что дождик начнется уже там чуть ли не в течение получаса. Но надеюсь, что не начнется. Надеюсь, что они врут. И сегодня сделаем с вами обзор на парк Перова. И, возможно, там получится немножко покататься. Погода, конечно, нас ожидает стрёмная. Не знаю, написано, что градусов вроде более-менее. Там 21-20, но что-то как-то и ветер. И почти каждый день будет дождь. Поэтому не знаю, как у нас с каткой получится. Но все-таки буду стараться выходить. Хотя бы тогда, когда дождя нет. Хотя бы тогда, когда будет подсыхать асфальт и так далее. Купили вот такую вот карту на 60 поездок. Капец, конечно, у них проезд здесь очень дорогой. Отдали почти 2000-1950. 1900, по-моему, 160 поездок и 50 рублей сама карта. Потому что у нас ее не было. Ее типа можно пополнять и кататься дальше. Ребят, уже у нас вечер. Я сейчас ненадолго сходил, покатался в парк Перова. Во-первых, оказалось, что идти туда достаточно далеко. Поэтому я покатался там не так долго, как хотелось бы. И еще народу, конечно, там было просто охереть, как много. У нас, не знаю, в целой области, наверное. Если взять еще соседнюю область, то, наверное, там столько народа не наберется. Даже только скейтеров. Плюс там было просто умноженное на 10 самокатеров и BMX-еров. Поэтому завтра я, наверное, пойду туда пораньше и сниму такую глубокую аналитику на скейт-парк Перова. Все-таки какое-то мнение у меня уже сложилось про него. Сейчас мы уже спускаемся в метро. Мы решили доехать до торгового центра Вегас. Он находится где-то там нужно, короче, на Домодедовскую. Потом пересаживается на их бесплатную маршрутку и туда гнать. Ладно, сейчас уже потемнеет, потому что мы заходим в переход. Поэтому увидимся уже туда чуть ближе. Так, мы добрались до Вегаса. Блин, вот торговый центр на самом деле впечатляет. Очень красиво. Огромный. Тут всякие парковки и ДТП. Сейчас еще такой красивый свет. Сейчас я вам тут немножко тоже поснимаю. Тут даже вот есть колесо обозрения. Вообще ништяк. Не, тут, кстати, так вообще достаточно атмосферненько. Тут еще самолеты летают, потому что аэропорт Домодедово где-то чуть дальше находится. И они тут достаточно низко либо взлетают, либо садятся. И прикольно. Сейчас свет такой очень прям красивый. Прям фотки в Инстаграме сами просят себя сделать. Так получилось, что мы сразу зашли с того входа, где находится фамилия. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Тут внутри тоже, кстати, очень красиво. Сейчас я вам немножко поснимаю. Ну и, естественно, вместе пойдем в фамилию. Судя по всему, в Москве тоже так же. Во всех фамилиях одно и то же. Просто распределено по разным магазинам. И, в принципе, я вижу такие повторяющиеся вещи. Ну, что-то фамилия тут оказалась так себешная. Мы достаточно быстро оттуда вышли. Решили просто пройтись по ТЦ-шке. Так-то нам ничего такого прям конкретного не нужно. Просто погулять, посмотрите, что тут есть вообще. Торговый центр огромный. Вообще, я не знаю, прям так вот полукругом он идет. Дофигища магазинов, получается, тут два этажа. Ну, ладно, сейчас погуляем. Тут найдем фудкорт, наверное, посидим, что-нибудь поедим. И там уже, наверное, домой поедем, потому что время уже 20.56. У вас, по-моему, последний автобус уезжает в 23 с чем-то. Но мы, наверное, все-таки пораньше поедем, чтобы пораньше встать. И завтра поехать в парк Перо, поснимать его с утра, когда там народу поменьше, чтобы как можно больше оборудования было свободно. Потому что многие люди там сидят на каких-нибудь там гранях. Я не знаю, там, чувствую, не на перилках и так далее. Пожарились мы немножко по магазинам. И местами торговый центр такой достаточно обычный. А местами очень прикольно. Сейчас я вам покажу тут одно место. Тут, походу, магазин находится покруче. И поэтому здесь так прикольно сделали какую-то... Такую одну часть торгового центра. Вообще классно здесь. Все вот эти LED-штуки светятся классно. У них всякие картинки, да, меняются или что там, рекламы? Какие-то картинки. И вон звездное небо тут есть, как и в Роллс-Ройсе. Я вообще небольшой любитель сладкого, но обожаю Данкин-Донатс. Там очень вкусные пончики. И у нас его нет, поэтому это всегда такое новиночку. Уже точно не помню, по-моему, перед закрытием. Там есть какие-то акции, когда ты берешь там типа 5 пончиков. И там, я не знаю, 7 тебе дают в подарок или что-то типа того. Я помню, что когда я ездил, ну такой один из последних раз, мы вот там покупали такую целую корзину, короче, пончиков. Был достаточно дешево, я не знаю, может быть, еще тоже с вами зайдем туда, потому что там реально очень вкусно и достаточно дешево. А это какой-то детский, видимо, городок. Детям есть где развлечься, есть какие-то аттракционы. Только почему-то некоторые, по-моему, из них закрыты. Но выглядит все достаточно прикольно. Высокий, высоченный прям потолок. Класс. Сейчас, братва, я хочу для катки себе одежду выбрать. Захожу в, наверное, Арманий Эксченч пойду. Не знаю, может, выберу здесь что-нибудь такого дешевенького достаточно. Здесь, в принципе, одежда недорогая. Можно что-нибудь такого выбрать. Нормальные всегда продавцы здесь, отзывчивые. Добрый вечер. Ну-ну-ну. Зашел в этот Арманий Эксченч искал тут дневника скейтера. Но, к сожалению, у нее сегодня выходной. Сказали, будет завтра. Но завтра я уже сюда не попаду. Вот, поэтому встреча уже с ним на какой-то, наверное, нейтральной только территории. Не, ну реально, кстати, торговый центр действительно какой-то странный. Потому что местами он такой дешевый. Просто прям обыкновенный. Блин, это темно, наверное. Местами прям очень крутой. Причем тут вот, где мы идем, это, видимо, такая вот центральная какая-то площадка у этого торгового центра. Тут находятся дорогие магазины. Michael Ford, Арманий Эксченч и так далее. Старбакс тут находится вот прям неподалеку. Ривгош и всякие и т.д. и т.п. Вот опять буквально там три шага. Вот оттуда мы вот вышли. Где это там карусели всякие. Колесо обозрения такое детское. И вот мы выходим буквально тут прямо. И опять ништячковое место. Коридор такой люксовый просто. И причем здесь такие магазины. Не типа не Michael Kors. Я не знаю, как они распределяют это. Потому что Michael Kors находился перед какой-то детской площадкой. А какие-то обычные магазы находятся вот в таких вот топовых местах. Причем реально торговый центр разный везде. Ты, короче, идешь буквально. Один коридор в одном стиле сделан. Там все, вот вы сами видели, там все сверкало-горело. А здесь подальше проходим. Тут вообще высоченные потолки уже. И все вообще по-другому. Да, кстати, кальяном здесь пахнет. Мы, кстати, здесь ничего не стали есть. Взяли только по кофе в Burger King по-большому. Опять не хотел Стив Макдональдс. КФС здесь был закрыт. Был Burger King. И всякие там, короче, Вокмани. Ну, блин, вот в этих Вокманях очень дорого. Ну, как бы, на мой взгляд, для торгового центра. Так, чтобы просто идти мимо и поесть. Ну, по крайней мере, для нас это достаточно дороговато. Поэтому мы бы хотели поехать в какое-то такое место прикольное. Чтобы уж, ну, там, потратить деньги. Ну, так можно было там нормально посидеть, чтобы вокруг был какой-нибудь прикольный интерьер, чтобы можно было вам что-нибудь показать. А так, я не знаю, обычно все пути ведут в Burger King, Мак и так далее. Сейчас мы идем в Ашан, нужно будет домой туда купить хоть что-нибудь. У нас вообще нет ни кофе, ни чая там толком. Ну, так, по мелочи тоже надо будет забрать. Ну, не знаю, в Ашане я, наверное, снимать не буду. Ашаны везде одинаковые. Поэтому сейчас маленько попозже увидимся. Я не знаю, скажу, может, какие там планы на завтра. Ну, хотя я вам уже говорю про планы на завтра. Завтра мы с утра в Перово. А потом, потом я еще не решила. Ну, вот и все, вышли. Сейчас ждем опять автобус обратный, чтобы доехать до метро. И гоним домой. Он, кстати, смотрите, меняет подсветку всякими разными цветами. Очень прикольно. Вот колесо тоже вот светится. Здесь вот мкат. Машина вообще просто бесконечно здесь гонит. Место очень красивое. Самолет, наверное, тут летает. Конечно, не прям, не каждую секунду. Но он летает временами. Мы即ти我很penten. Мы достигаем это. Продолжение следует...